хэй подэ это швед всем доброго времени суток и сегодня я решил сделать видео формате такого обзора на тему история и онлайн и и персонажей и собственно говоря к мысли о том что такое видео можно сделать и нужно сделать меня привели несколько таких причин я сидел и осмысливал некоторые факты вещи о которых мне отлично известно но многие даже об этом не догадываются и не знают где найти пруфы тем более соответственно первая причина почему я решил сделать данный обзор это то что не очень-то много олдовых игроков русском комьюнити играет до сих пор и еще меньше помнит и тем более пишет о том что вообще происходило в еве за последние годы некоторые и не знают собственно говоря историей русском юнити и конкретных персонажей которые делали какой-то импакт как это воздействие на это комьюнити второй факт это то что многие ресурсы в том числе и известные затем печально известный такой одиозный ресурс я веру практически помер до определенного момента именно там происходили все перипетии и баталии за пределами ингейм разборок и всяческих корпоративных и коалиционных чатиков дискордов и прочего и третья причина это то что сейчас немногие любят читать немногие готовы перелопачивать какие-то формы какие-то чаты в поисках пруфов в поисках информации и в принципе текстовый формат уже ну не очень котируется именно поэтому я решил записать вот такой вот обзорный ролик я считаю что наиболее глубокое верное понимание личности например цел тем более альянса довольно крупного лежит в области его развития в историческом контексте и просто быстренько пробежимся по самой личности ceo альянса sipsquad и для этого нам отлично подойдет сайт визитка то есть sipsquad.ru такая вики страница где указаны контакты собственно говоря его ceo дипломатов чтобы не быть голословным но и не особо углубляться в детали просто смотрим здесь что дискорда директоров альянса вот у нас и первым номером стоит ханса вайпер его дискорд ник персонажа и вот главная характеристика его этой дипломатии good english то есть ну да для русского ceo good english это очень хорошо и так значит ханса вайпер собственно говоря вот визитка каждого пилота в еве это его килл борда это так повелось что если вы серьезный пилот будь то хоть pvp хоть пв ехать что угодно если у вас нету более менее приличной борды то ну к вам будут как-то с недоверием относиться и здесь видно что ну борда довольно прилично плюсовая у человека даже есть каких-то 40 solo киллов вот и мы убеждаемся еще раз что это действительно тот персонаж ханса вайпер сибириан сквад еще раз перезаходим вот он здесь у нас есть далее есть в еве такая штука как им пламин хистори соответственно сайт я виху можете посмотреть я виху ком он лежит именно в области пламин хистори и здесь можно посмотреть не заходя в игру собственно говоря историю пребывания персонажей в корпорациях и здесь мы сразу видим что товарищ сразу пошел в пвп это явно первая карпа у него строй стоит про докторат это нпц полиция это фракционные войны лоусек далее следующая корпорация у товарища это ну кстати он там пробовал всего четыре дня ну неважно далее это blue republic в blue republic товарищ тоже пробовал собственно говоря не очень-то долго всего четыре дня почему-то если кто-то не знает blue republic это часть альянса рвб который в свое время был очень популярен среди начинающих и не только начинающих пвп пилотов они обеспечивали пвп в хайсеке то есть там были в альянсе две корпорации blue republic и red federation по-моему и соответственно рвб это red versus blue они постоянно находились в состоянии вардек то есть официальной войны и в хайсеке могли друг друга мутузить но у каждой коалиции была своя база и соответственно в житии вы не имели права например убивать чуваков из противоположной корпорации потому что это считалось нейтральной зоны то есть ну вы хотите все таки купить какой-то пвп корабль и собрать флот поэтому правилами альянса это запрещалось далее сразу у нас после blue republic идет какая-то непонятная кропа никто у нас скорее всего не знает про эту корпу и что это такое здесь товарищ реально успел посидеть какое-то время и мы открываем и видим что это empire of death empire of death это даже не петский это скорее технический альянс легиона дичей то есть это не петы это технический персонажи скорее всего то есть какие-то менеджеры водители фур владельцы каких-то структур скорее всего строительных или логистических такая вот техническая карпа и здесь точнее даже альянс и здесь да вот этот товарищ в корпорации пробыл какое-то время а дальше тут какая-то странная корпорация first dental syndicate то есть первый дантистский синдикат и мы чуть чуть позже рассмотрим факты биографии гравиза которые нам намекают почему именно такое название карпы ну и дальше здесь у нас идет free space тех free space тех pilots free space тех pirates это все бандерлоги это русскоязычное такое крабское комьюнити но это не крабы которые живут в нпц спейсе то есть это чуть все таки более натасканные чуть более натасканные товарищи чем рядовые крабы из клайм альянсов но тем не менее они очень не очень то хорошо организованы и них нет особой какой-то субординации или крутой выучки пвпшный но в целом там есть толковые пилоты и в целом они боеспособны далее мы видим тут federal defense union это тоже фв побросала товарищи ну и потом тут уже видите ангел гард это родальянс бывший теперь и ниты господин чатланин то есть вот у нас ханса вайпер сидел в корпорации учит лани на какое-то время у бывшего лидера родальянс и мы ныне лидера корпорации вы нет их то есть поступив по сути это даже не теперь чатланин даже не пет и нитов а такой рядовой и нит целый небольшой карпы в альянсе петов гунов ну и не вообще и не ты раньше были классными ребятами пока не залезли под гунов ну в общем то они все равно намного более прикольные чем сами буду во многих отношениях ну и дальше 17 год 28 января мы видим тут сибириан сквад и да и дальше непонятные перетрубации скорее всего технически но смысл в том что вот персонаж ханса вайпер находится с января 17 года в сибириан скваде и соответственно мы видим что до сих пор он там есть то есть много раз выходил но он все время в этой корпорации то есть это вот наш господин далее мы переходим собственно говоря на сайт яви ну который сейчас практически помер я об этом уже говорил и здесь мы также видим что есть такой у нас господин пользователь форума под ником мистер гравис и здесь у него можно видеть что иван гейм него подписано ханса вайпер корпорация сибсквад клиент английский то есть видно что аккаунт вряд ли фейковый очень сильно вряд ли ну я почти уверен что нет тут довольно высокая репутация много сообщений то есть скорее всего процентах этак на 99 это действительно целого альянса ханса вайпер или мистер гравис вот как на форуме на этом именно само представление данного господина в разрезе данного ролика можно закончить собственно история связанная с еверу записываю в третий раз потому что первый второй оказался все равно слишком длинным и так в теме everyone vs everyone в очередной раз кто-то поддел гравиза на тему рака умерших родителей наследство детей тоже умерших почему-то и было это в последний раз на моей памяти в 18 году 27 сентября и в конце своего сообщения по этой тематике господин с ником слам джер пишет я лично даже при страшной диарее не сел бы срай с гравизом в одном лесу гравиз отвечает поржал от души еще лет 5 через скажет что я детей ем и гусей насилую ну не знаю как насчет детей но видео с гусями может быть нам кто-то и выложит через пару лет шутка шутка я думаю что нет итак далее в ответ на это сообщение гравиза поржал от души сламп джер раскладывает все по пунктикам что когда-то там в прошлом гравиз рассказывал и делал следующие вещи рассказывал про умерших родителей наследство виде стоматологички и должности главврача собственно говоря здесь мы видим в employment history легкий намек на эту историю в виде корпорации где он видимо был цел с названием first dental syndicate далее пункт 2 смерть четырехмесячного ребенка запоминаем число 4 далее рак 3 стадии ну здесь с четверка не получилось запоминать не будем далее обнос легиона дичь легиона дичей на 150 лямов точнее лярмов 150 лярмов это для кого-то подвиг для кого-то зашквар решать каждому и через два года падение на полное дно с отрицанием профов и самовыпиливание и далее тут много много ссылочек я самый нужный прикреплю но сейчас мы просто быстро пробежимся потому что собственно говоря в этих ссылках есть и так значит здесь вот последняя нас интересу точнее вторая сначала интересует вкладочка здесь тот же самый господин сламп джер в ответ на сообщение туга это тоже довольно известный товарищ флитком олдовой гравис смотрю резко приподнялся от фк ситов до ведущего аналитика с по суперкап боям а еще раком приболел пишет нам значит точнее переболел пишет сламп джер далее ему вторит fcc динка и пишет что для не знающих некто г просился в корпус упоминая этот факт и говорит что типа пацаны ну возьмите все равно мало осталось и третье сообщение вот его к тоже что-то про ракообразных я про то что он был в дд и тут прилетает короче модератор хлад и всем раздает причем раздает ро то есть ридонли но грит типа не будет пруфов пожалуйста давайте-ка мы вас забаним навсегда и внезапно происходит следующее уже разборка идет в теме апелляции на решение модераторов и тут появляются пруфы где господин олдхрофт в личной беседе болтает с гравизом и гравиз ему рассказывает что действительно у него две недели два непонятно два месяца или два дня назад умер маленький сын или дальше тут история прям в деталях что он в депрессии что жена в депрессии все плохо играть он не может ничего не может вот и он называет хрофта другом хрофт классный мужик он воде главный водила бобров вообще во всем русском юнити наверно ну типа самый известный наверное самый олдовый изводил бобров далее вторая пачка пруфов от берга уже как раз на тему тех самых вот 3 3 постов упомянутых господ и тут личный дичь кидает гравизу ссылочку на организацию по борьбе с раком далее тут гравиз пишет в чате что родители умер в начале года по очереди это видимо с ирки снято или с какой-то из каких-то логов корпоративных чатов скорее всего сейчас клиника в стоматологическое наследство ушла 8 кабинетов опять 8 4 8 то есть 8 у китайцев счастливые числа вот 4 очень не счастливые человек комбинирует понимаете 8 человек 80 человек персонала 8 кабинетов и и четвертый месяц разгребает то есть у него опять 4 что-то странное какая-то мистика очень много числа 4 и в 8 и все делится на 4 херня конечно вот и дальше у нас здесь длинный пост какой-то переписка между маугли раша это главный организатор оффлайн всяких штук у дичей и майером это уа x майер тоже олдовый пилот дичь дичь соратник дича насколько я понимаю и вот тут собственно говоря охлад всем снимает баны учитывает что в логи все пруфы приведены все хорошо все упоминается и все всех разбанивает то есть администрации форума эти пруфы приняты собственно говоря ну я не говорю что это какое-то особое доказательство между там на форуме решили но видимо все таки достойные источники достойные пруфы и значит далее у нас гравис очень делает смешную вещь он сначала пишет такой длинный пост о том что он все равно весь в белом а вы все козлы и говорит что я самовыпиливаюсь видите на этом я самовыпиливаюсь было приятно с вами играть всем добра то есть он самовыпиливается но на следующей странице он выпиливается с красивой картинкой и где господин патологоанатом следующим сообщением пишет вот видите как только трубу подходишь со скальпелем не настоящий труп может и ожить от их лад обвиняешь меня непонятно в чем в реанимацию пациента очень и струбно по моему в конце данного видео я хочу кратенько коснуться в основном внешней политики самого альянса сибскват и собственно личности главаря в разрезе исторического развития всего альянса и собственно говоря все вот это вот копание в нижнем белье на форуме разборки я привожу в основном только для того чтобы чтобы вы четко для себя уяснили что вот данная личность главарь данного альянса способен рассказать что угодно кому угодно для осуществления своих корыстных целей и и и даже выбор имени персонажа нам тоже много о чем говорит ханса вайпер вайпер это гадюка то есть ожидаете подлостей бэкстабов ударов псину и так далее в конце я вам просто покажу то что гуглится по запросу сибскват и самая актуальная новость про сибскват от 6 февраля двадцать первого года и написано сибириан сквад join the imperium то есть сибириан сквад присоединился к гунсварму к империуму миттони текущей по общепризнанной империи зла ну это вопрос всего лишь того кто как относится к гунам кто-то к ним относится плохо кто-то хорошо это тоже личное дело каждого но здесь интересно другое в принципе развитие всего альянса и такая есть не как мне кажется некоторая зависимость общего движения политики альянса сибскват от личности ханса вайпера сейчас вообще даже сложно найти space самого сибириан сквада на карте но я вас уверяю что раньше они жили где-то вот здесь и здесь в регионах таких как трибьют фейд и декляйн здесь жила коалиция которая называлась the guardians of the galaxy который командовал лидер альянса darkness который непонятно как вообще выжил и он считался главным мудаком извините в англоязычном комьюнити и внезапно сибириан сквад подселяется сюда на север и это главная сила вот этой garden of the galaxy в сибирской тайм-зоне то есть это против китайцев скорее всего ну собственно говоря вот мит они со своим гунтсвармом и прочими альянсами вот с инициативами они вместе с хурдой напали на guardians of the galaxy выбрав их слабой целью и выгнали их отсюда тут же наш господин ханс и вайпер находит теплое местечко около тестов видите тесты сейчас захватили гуновскую территорию вот этот период базис дельф а до этого они тусили все вот здесь и тут же как только сибсквад выперли из северо-западных регионов здесь декляйна и прилегающих тут же они полезли в коалицию легоси к тестам хотя еще до этого до того как случилась война на севере ханса вайпер обещал чатланину и дичам я не помню уж кто у них там был цел на тот момент карер по моему уже ушел что он обязательно прилетит к ним на помощь задеплоится сюда вот в инс мазер и они вместе будут выдавливать китайцев откуда-то там скорее всего из дрон регов я не очень тоже помню но в общем говоря сказать сказал прилететь не прилетел но как только выперли с севера тут же прибежал и соответственно то есть здесь у нас с дичами постоянные конфликты и вдруг внезапно большое количество территории нарисовалась здесь и есть огромный альянс гунцварм который страдает и они теряют намберсы они очень заинтересованы в том что чтобы к ним при себе присоединились свежие силы тем более в китайской тайм-зоне которая для них важна и очень сложно им бороться ограниченными намберсами с китайцами а севсквады могут помочь в этом естественно след за своим другом чит ланином и из род альянса который вот ряд альянс теперь здесь вот чит ланин бросил свой род альянс пришел к нитам видите у нитов здесь фонтане теперь заклаймлина но уже давно заклаймлина на самом деле и не очень активного я вам скажу и чит ланин здесь теперь фонтане и ханса вайпер теперь здесь фонтане и суть в том что на самом деле вот здесь вот есть маленький клаймик альянса драк сайт раньше он был даже больше пока я и мои товары я не хочу я не хвастаюсь но я просто вижу что пока я и другие активисты и другие группы активистов по клайму именно занимались клаймом у нас был почти весь гиминат нами занят как только все побросали это дело перестали заниматься клаймом клайм уменьшился но в разы то есть это уже даже наверное не половина гимината но тем не менее все еще какие-то системы у дарксайда есть хотя занимается там не очень много человек скажу вам честно именно конкретно клаймом тем не менее вот вот он где клайм где сейчас находится клайм сип сквада непонятно вообще вот даже кто где они здесь тут нету кто здесь инициатива лусечный шелупень гамбак тим фарсакин эмпайр какой-то вылез черт знает из какой-то блин из прошлого федерайшен апрайзинг лоусечный альянс откуда они все здесь непонятно а вот сип сквад который заселился ну видимо еще не перекрутил но вот этот клаймик дарксайда захвачен в составе 30 человек может быть плюс на мейн опсах поддержка альянса огромный клайм guardians of the galaxy в три или четыре даже региона под натиском двух над коалицией естественно пал но по сути-то как только запахло жареным тут же ханса вайпер вспомнил про свои старые обещания побежал сюда потому что здесь был клайм и можно было торгануть своими мемберами типа ребята мы побустим ваши намберсы как только здесь его выпирали что-то пошло не так он тут же сюда побежал гунам в расчете на то что может быть они сейчас или дельф перезахватит или может быть они полетят в дик лайн они вместе тут всех выгонят непонятно пока на что они рассчитывают может быть действительно опять они заедут в дик лайн я могу только ванговать но тем не менее отношение и в целом и к своим намберсом как к товару к своим пилотам и к в целом обещаниям и каким-то договоренностям оно очень по моему явное и проистекает из всей предшествующей истории на этом на сегодня у меня все если вы досмотрели до конца большое спасибо подписывайтесь на всякие вот эти штуки и ставьте лайк пишите свои комменты если с чем-то вы согласны или не согласны или у вас есть дополнение всегда рад почитать до следующего раза